Сегодня мне бы хотелось поговорить на такую тему, почему я снимаю видео. Я снимаю видео с конца 2017 года, разговорного именно жанра, на своем творческом канале. Раньше я всегда была достаточно закрытой, то есть я демонстрировала, как я рисую, я демонстрировала, какими материалами я рисую. Но мне кажется, гораздо интереснее и шире, лично для меня интереснее, когда я могу выражаться просто как человек, могу изъясняться как человек, могу рассказать какие-то личные истории или выразить свое отношение к какой-либо теме. И мне бы хотелось спросить у своих зрителей, какие бы вы темы хотели, чтобы я осветила. Может быть, есть какие-то вопросы, на которые вам бы хотелось получить ответ или там, что я про это думаю. Потому что мне интересно. У меня есть целый список тем, на которые я бы хотела высказываться, но я их писала, наверное, в конце прошлого года, и они довольно депрессивные. То есть я и сама находилась довольно долгое время в таком депрессивном состоянии, и тем не менее жажда говорить про вот эти темы у меня не пропала. Но мне кажется, может быть, есть какие-то, может быть, есть позитивные темы, или наоборот, важно говорить обо всем. Я лично за то, чтобы говорить обо всем. И мне кажется, что это возможность полностью понять меня как человека, возможно, хотя бы для себя самой. Для меня снимать видео разговорного жанра — это вдохновение моей души, потому что так складываются обстоятельства, что я довольно замкнутый человек. У меня есть друзья, с детства они были, но свой потенциал я могла выразить в дружбе, наверное, процентов на 45, возможно. Остальные проценты, достаточно немалые, они были невостребованы. И мне казалось, что началось некое брожение вот этих остатков, так скажем. И вот эта невостребованность какой-то большей части меня привело к тому, что я начала ощущать, что это выражается уже в агрессии по отношению к себе. То есть я очень часто ощущала себя не такой, как все, не до конца принятой, понятой. И, возможно, я даже в какой-то мере боюсь устраивать отношения с людьми. У меня есть друзья, с которыми я могу поговорить. И мне в какой-то момент возникает такой страх потерять их, страх навязываться, навязываться в отношении, когда тебя потом просто оттуда выгонят, допустим. Ну, это часть моей личности, я не знаю, как с ней работать. То есть я пытаюсь чем-то отплатить, я пытаюсь как-то быть с человеком на равных. Но я все равно понимаю, что прежде всего любовь к себе и принятие себя должно быть лично мое к себе, скорее всего. Но это абсолютно не значит, что общение для меня должно быть закрыто. Нет, на самом деле я люблю общаться и люблю выражать свое мнение по поводу многих вещей. У меня есть целый список вещей, целый список тем, про которые мне бы хотелось рассказывать. Они довольно депрессивные, потому что вот когда я начала говорить про какие-то темы на этом канале, я находилась в таком довольно депрессивном состоянии. Я вот думаю, стоит ли про это говорить, или есть какие-то вещи, которых вы бы хотели сами услышать. Я бы с удовольствием подискутировала сама с собой на эту тему. Вообще мне интересно выражать свои мысли насчет разных вещей, потому что, пожалуй, у меня есть мнение на любую тему. Нет никаких ограничений, и я буду открыта, если вы призовете меня поговорить о чем-то. Вообще я получаю огромное удовольствие, когда я сбрасываю очередную видяшку на свой канал. Я просто понимаю, что какая-то важная часть меня, она немножко растворилась. То есть какая-то тема, которая меня волновала долгое время, какие-то чувства, эмоции, которые были у меня внутри, они немножко отступают, как волна уходит. И вот я уже говорила в каком-то своем видео, что мне очень нравится понимать, что мое мнение, моя какая-то мысль, она поступила в общее информационное поле, и увидеть это могут кто угодно вообще. И на самом деле мне от этого становится легче. И именно поэтому я и снимаю такие видео. Потому что это чувство облегчения, и вообще понимание того, что на меня подписываются люди, это достаточно приятное явление для меня в жизни. Потому что я понимаю, что я не одинока, что есть люди, которым это интересно, люди, которые могли бы разделять мою позицию по тем или иным вопросам. В последнее время я стараюсь над собой работать и найти свой стиль, возможно, свою опору в жизни. И давать себе эту любовь и уважение. И я все еще продолжаю искать себя в творчестве. У меня есть группа ВКонтакте. Я ее пытаюсь каким-то образом переоснастить. До сих пор не все сделано. Не все сделано так, как мне бы хотелось. Но я на пути к этому. В последнее время я рисую весьма нестандартные рисунки, так скажем, в очень интересном таком стиле, который мне самой интересен. Это мои какие-то внутренние страхи, какие-то внутренние эмоции, которые таким сумбуром выделяются на листок бумаги. Но мне это нравится. Так что, если вы не подписаны на мою группу, посвященную творчеству, подпишитесь там. В принципе, я выкладываю постоянно что-то интересное. Там все мои последние работы, все работы, которые были когда-либо нарисованы, я их выкладываю в качестве постов. В общем, на самом деле, я считаю, что такие видео, особенно видео личные, может быть, разговорные какие-то, которые основаны на том, что человек выражает собственное мнение по тому или иному вопросу, они очищают человека и, может быть, дают какой-то интерес для других людей. Но, по крайней мере, я на это надеюсь. Я очень благодарна тем, кто пишет мне какие-то комментарии. И еще раз скажу, что если у вас есть какие-то темы, про которые вы бы хотели услышать от меня, мое мнение, пишите мне. Мне очень интересно, потому что я могу постоянно искать что-то, что мне, может быть, самой интересно говорить, но, может быть, я что-то упускаю и смотрю на это со своей точки зрения. Мне хочется делать что-то и для людей, выражать свое мнение. Для меня это дикий азарт, удовольствие и какое-то понимание того, что я реально существую. У меня с этим большие проблемы. И иногда чувствую, что я такое бесплодное облако. И меня как бы и нет. И я овеществляюсь, или, как это сказать, материализуюсь именно через творческий процесс, именно через то, что у меня есть свое мнение на какие-то вещи, на какой-то вопрос. Есть эмоции по поводу какого-то явления, по поводу каких-то людей. И мне это очень важно. Я думаю, что вообще творческие люди — это люди не всегда стандартные, с какими-то внутренними терзаниями, внутренним раздраем. И мне кажется, сам творческий процесс и склонность к этому творческому процессу — это как раз таки и есть компенсация психологическая для таких людей. Я думаю, было бы совсем грустно, если бы этой компенсации не было. Я думаю, что вообще творческий процесс в любом виде — снятие роликов, рисование, какие-то видео, интересный монтаж и другое. Это все помогает человеку просто направить, возможно, свою агрессию в какое-то полезное русло, хотя бы для него самого, и не разрушать себя изнутри. Вот. Наверное, это и для меня очень важно. Наверное, это все, что я вам хотела сказать в этом видео.